Как часто нужно купать кошек и котов? Коты и кошки известны своей чистоплотностью. Они часами могут вылизывать свою шерсть, избавляясь от загрязнения и запаха, и даже часто высказывают недовольство, если им в этом помешать. Вопрос о том, нужны ли кошке дополнительные гигиенические процедуры, до сих пор остается спорным среди специалистов. Животные, которые часто бывают на улице, приносят домой на своей шерсти и лапах пыль, грязь насекомых. Вылизывая себя, кошки со слюной глотают микробы и бактерии, и подвергают свое здоровье опасности. Даже домашние питомцы, не покидающие стен квартиры, на своей шерсти имеют пыль и микробы, которые проникают через открытые окна и заносятся человеком на обуви. Поэтому, если мыслить логично, то кошки нуждаются в купании. Ведь это не только позволяет сделать их чистыми и красивыми, но и предотвращает возникновение различных заболеваний и аллергических реакций. Тогда возникает другой вопрос, как часто мыть кошку, об этом мы и поговорим сегодня. Как часто купать кошек и котов? Периодичность водных процедур у домашних питомцев зависит от таких критериев. Посещает ли питомец улицу? Наличие и длина шерсти. Склонность к аллергии. Если говорить о том, как часто можно мыть кошку, то можно ответить так, для тех, кто посещает улицу. Купание должно проводиться раз в два месяца, а для домашних животных – один раз в 3-4 месяца. Этого будет достаточно, чтобы очистить кожу и шерсть животного от загрязнений. При этом, вычесывание шерсти должно осуществляться регулярно, один-два раза в неделю, в зависимости от длины и густоты шерсти. Особое внимание стоит уделить котятам. Если малыша вы взяли у разводчиков, которые за ним хорошо ухаживали, то купать питомца сразу в новом доме не обязательно. Если же котенок был найден на улице, у него есть блоки, а шерсть покрыта грязью, то, конечно, без водных процедур со специальными средствами не обойтись. Как мыть кошку? Несмотря на то, что кошки – прекрасные пловцы, не все из представителей кошачьих проявляют восторг к купанию. Многие питомцы откровенно выражают протест, царапаясь, кусаясь и шипя на владельцев при малейшей попытке погрузить их в воду и отмыть. В таком случае, стоит заручиться поддержкой кого-нибудь из членов семьи, иначе весь процесс закончится, так и не начавшись. Если же кошка реагирует спокойно или почти спокойно, то вполне вероятно ее помыть в одиночку. Перед тем, как мыть кошку в первый раз, владельцам стоит ознакомиться с основными правилами и требованиями. Это – выбрать место. Лучше всего подойдет ванная или глубокий таз с водой. Подходящая температура воды – 37-38 градусов. Если вода будет прохладней, ничего страшного. Главное условие – избегать купания в горячей воде. Выбор средств для купания. Нельзя использовать шампуни и другие средства, предназначенные для людей. Для кошек существуют специальные уходовые средства, которые могут иметь также лечебные свойства. Шампуни и бальзамы для котов продаются в ветеринарных аптеках и магазинах с зоотоварами и приобретаются только по рекомендации специалиста. Не стоит поливать питомца душем, ведь сильный напор воды может повреждать шерсть и травмировать кожу, а также просто не нравится. Рекомендуется поливать кошек с мисочки или стакана, изготовленных из пластика. Важно убрать все предметы, до которых кот может дотянуться, находясь в ванной или в тазу, поскольку, пытаясь выбраться из воды, питомец просто будет за них цепляться лапами и, соответственно, скинет. Важно тщательно смывать шампуни и другие средства, которые используются для очистки шерсти и кожи кошек. Ведь после водных процедур коты себя будут вылизывать, и остатки шампуни попадут в пищевод, что может вызывать отравление и аллергию. После того, как вы закончите купать кошку, необходимо ее просушить. Некоторые владельцы пользуются феном, но лучше этого не делать. Во-первых, котенок может бояться шума и сильного потока воздуха, а во-вторых, высокие температуры повреждают шерсть и могут вызывать ожог нежной кожи животного. Лучше всего использовать чистые сухие полотенца, которые отлично впитывают влагу. После того, как шерсть кошек высохнет, ее обязательно нужно расчесать, и не важно, короткая она или длинная. Отдельно надо сказать о мерах предосторожности. Во время купания кошек нужно следить, чтобы вода и шампунь не попали животному в глазки, в уши, в рот. Продолжение следует...